Это в спорте, а не мастера. А здесь, в рядах вооруженных сил, новички. Еще трудно чеканить шаг и ощущать себя солдатом, но впечатление на родственников, которые приехали в Сочи, чтобы поддержать ребят, конечно же, изо всех сил старались произвести. Перед присягой тренировались не раз на медальной площади Олимпийского парка, где в период зимних игр 2014 года было вручено сотни медалей олимпийцам и паралимпийцам. И вот теперь они настоящие армейцы. Вернусь достойно исполнять воинский долг, можно защищать свободу. А пока ребята принимали присягу, в заключительном туре армейцы ЦСКА на выезде в Казани взяли золото и стали шестикратными чемпионами России по футболу. Такие же высокие амбиции и у этих ребят, их громкие победы еще впереди. Поддержать новобранцев приехала Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка, первый заместитель начальника ЦСКА, подполковник запаса вооруженных сил России. Я уверена, у них навсегда останется в памяти этот торжественный день, как остался у меня. Но самое главное, сегодня ребята приняли присягу и в первую очередь они, конечно, защитники Отечества. 162 новобранца, которые в зимних и в летних видах спорта имеют успехи, встали в один строй с защитниками Родины. И хотя задача у них несколько другая, чем у рядового солдата поднимать спортивный престиж страны, многие из этих ребят уже этим летом будут состязаться на спортивных площадках в Рио-де-Жанейро во время проведения летних олимпийских игр. На путь ствол их статс-секретарь, заместитель министра обороны страны Николай Панков и глава города Сочи Анатолий Пахомов. Вы стали в России гордое имя спортсменов-армейцев. Это, без сомнения, высокая честь, но это не огромная ответственность. Это обязанность высоко вести знамя российского спорта. Я хочу всех вас поздравить с этим событием, поздравить ваших родителей и пожелать удачи, здоровья, счастья и, конечно, спортивных побед во имя процветания нашей Родины. В день присяги по поручению министра обороны на площади для награждения победителя медаль Плаза состоялось вручение государственных наград. Медали ордена 1-й и 2-й степени получили тренеры и спортивные инструкторы. Вспомнили о принаграждении и о триумфальной победе россиян в 2015 году в Южной Корее, где проходили всемирные военные игры. Оттуда герои армейского спорта привезли 135 медалей, из них 59 золотых. Теперь в Сочи готовится встречать большую армию спортсменов со всего мира. Как известно, военно-спортивные игры пройдут в феврале. А у Саночника Андрея Богданова с сентября уже начнутся интенсивные тренировки перед международными стартами. Главный тренер сборной России, это Демчин Кальберт, готовит, очень серьезно он готовит нас и с таким хорошим позитивом он отправлял нас сюда. А завершился торжественный ритуал приведения к военной присяге членов сборных команд России по олимпийским видам спорта, отобранных для прохождения службы в спортивных ротах ЦСКА, торжественным маршем перед трибунами, где было и много ветеранов спорта ЦСКА. Спортивные роты были возрождены три года назад. За это время военнослужащие более 500 раз становились чемпионами и призерами. Пять спортсменов завоевали медали на Олимпийских играх в Сочи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова